Всем привет, ребят. Ну что, снова смотрим Neverlove, потому что они у меня очень хорошо просмотры собирают. Как раз у них вышла новая песня «Добро пожаловать в эскорт» с кантальным вечеринком. В принципе, они взяли тему такую очень животрепещущую, и, конечно, у них такой скачок от волшебника, где стили короля, и что там была очень крутая песня. И до эскорта, которая, ну, типа, тема такая не очень хорошая, она запретная, можно так сказать. Ну и она просмотр большая. И, кстати, это 11 в тренде, номер 11 среди музыкальных видео на вкладке. Охренеть! Просто охренеть! Вот это да! Но давайте смотреть. Вживую я слышала, как поют Neverlove. У Аклиста Ярославова, по-моему, зовут очень классный голос. Прям действительно безумно крутой голос. Он так им по-всякому, всякие разнообразные штуки делает. Но вот эти песни, их, я больше, ну, как бы, добровольно не пойду на концерты Neverlove, если честно, потому что это вообще не моё. Текст, ну, это рассчитано на более младшую аудиторию, и мне такое вообще не очень нравится. Но вокалист офигенный, у него голос классный. Но почему? Ну, я понимаю, конечно, почему, что это продаётся. Если бы он пёл бы какие-то более другие песни своим голосом, то он бы не продавался, можно так сказать. Я имею в виду именно музыка, и чтобы на этом зарабатывать. Всё-таки каждый музыкант хочет красавица, сработать денег и тому подобное. Вот. Ну, и понятно, они и песни такие поют. Но шоу, конечно, тоже они делают хорошее шоу. Конечно, им хотелось бы побольше расширить сетлист, потому что половина сетлиста, когда они поют, и вторая половина, когда вокалист много болтает, от этого устаёшь просто-напросто. Вот. Но, надеюсь, ребята всё впереди, соответственно, и они завоют, конечно же, больше-больше аудитории. Ну, ладно, давайте слушать, смотреть, и жду ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ноги от ушей, как небеса, глаза и формами наградила природа. И кто придумал этот бред, что такая красота должна учиться или работать? В месяц за 40 тысяч, в 7 утра на метро, ты рождена не для однушки и кредита за айфон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, у них, в принципе, такой обширный тур по горнам в России. Ну, они обязаны песню, конечно, спеть Челябинский. Но почему Челябинск вообще-то, как бы от Москвы всё, в эти Арабские Эмираты летит, поэтому можно было бы спеть Москва, как бы, вот это то же самое, как бы было бы, ладно, не суть. Ну, короче, это, как бы, да, смешно-смешно, но если углубиться немножечко в эту тему, то это вообще нифига не смешно. У меня аж мурашки пошли не от того, что это классная песня, нет, а от самого осознания, что действительно вот нехорошо это всё заканчивается и даже очень-очень печально. Ну, понятно, Наберлаф это немного такая группа, которая строится на прэши, я бы так сказала, на всяких перформансах, которые немножко-таки выходят за гранью. Ну, опять же, мне кажется, никто бы лучше не спел эту песню, как Наберлаф, потому что это, во-первых, в их стиле очень подходит к этой группе, есть такой очень под песней, немножечко закос под кис, прям хороший такой, вот. Ну, опять же, я даже не могу представить какую-то другую группу, которая бы спела вот именно вот эту песню, именно вот так. А можно попросить у Наберлаф какой-нибудь сайт-проект в стиле что-то готики, как вот они пели Волшебник? Вот как они пели Волшебник, это была реально очень классная песня, мне безумно она понравилась, и вот я до сих пор в восторге. Вот мне бы хотелось их слышать вот такими, я бы даже, может, стала бы их слушать, вот. Но здесь, не знаю, мне даже очень тяжело говорить, в плане как-то, потому что группа, да, на хорошую тему поднимает, у вокалиста офигенный голос, но мне вот это не нравится немножечко кринжовость, что ли, на эпатажность, которая, блин, ну ты, я понимаю, потому что это продается, это, да, это очень хорошо слушает, слушает аудитория младше. Ну, у них, в принципе, всё такое, наверное, творчество, и раз они уже пошли по этой дороге, и это им приносит успех, это им приносит популярность, это приносит деньги, то, конечно, люди будут продолжать, их будут всё больше и больше слушать, и у них очень большая реально аудитория, аудитория, потому что, тоже вспомнить концерт на, когда 7-го, января был концерт большой, и на Верлаф, наверное, там, с тем учётом, что там было 18+, концерт шёл, там, наверное, половина зала была, на Верлаф поддержки, у них очень большое комьюнити, честно, вот, и это, это, конечно, круто для артистов, что их вот так прям супер поддерживают, я думала, что у них и большие сауд-ауты, как минимум, Питер-Москва-то однозначно, вот, но для меня их творчество немножечко, вот, в разрез со мной идёт, если бы они были как волшебник, то да-да-да, а здесь, как бы, ну, конечно, я ставлю это, поставлю, наверное, на 8 из 10, ну, во-первых, за поднятие таких тем, что это тоже, в принципе, хорошо, наверное, среди младшей аудитории, но это, я надеюсь, они понимают, что это не самый лучший способ зарабатывания денег, вот, что это не приведёт к ничему хорошему, но, опять же, в песне так это и поётся, если вот от начала, типа, да, это всё круто, шикарно, и, ну, и в конце песни это уже, ну, не совсем хорошо, вот, кстати, почему не вся группа в клипе была, только барабанщик, вокалист и гитарист, а все остальные, там, у них, по-моему, ещё 3 человека или 2, что-ли, в группе, вот, в принципе, клип такой простенький, но довольно-таки хороший, отражающий всё, девушки, конечно, отыграли и прям подобрали, как надо, вот, у группы отлично, конечно, у них очень классный образ им создают, и, опять же, ну, они и батят на том, что они берут, допустим, то же самое, макияж-кис, и очень многие могут сказать, типа, вот, нельзя повторять макияж-кис или тому подобное, опять же, когда там говорят, типа, брат шамана, вокалист или, там, папа его, этот, Кипелов, вот, ну, это понятно, это всё байты, и чтобы лишний раз, этот, посмотрели, что, в принципе, тоже неплохо для этого, вот, ну, в целом, я, короче, поставлю 8 из 10, сам клип тоже неплохой такой, ну, всё-таки, это чисто я беру на обзор, это ни в коем случае как-то не говорит, что группа плохая и тому подобное, но лично это вот моё такое мнение, вы можете выразить, выразить, господи, я уже, наверное, 7-ое видео или 5-ое записываю, я уже не могу говорить, вы можете выразить своё мнение в комментариях, написать, как вам эта песня, как вам вообще группа, принимаете вы их творчество или нет, считаете, что это новые звёзы на рок-сцене, вот, у них даже, блин, я даже не могу отнести их какой-то прям похожей группе, потому что они всё-таки немножечко по-своему самодостаточные, кстати, даже реально, вот, на концерте у них там охранники стояли, и даже охранники знают песни, это говорит о многом, ну, в плане того, что они на всё-таки достаточно хорошо вот такие, на разную аудиторию, наверное, всё-таки работают, вот, поэтому вот так, короче, вот такое моё впечатление, поэтому пишите вы свои комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, на все социальные сети, и всё, всем-всем пока-пока!